Здравствуйте! Хочу рассказать о патрульном рюкзаке VenturePack от компании Condor Outdoor. Рюкзак обшит MOLLE на лицевой панели, по бокам, снизу стропы MOLLE. Также рюкзак имеет поясной ремень, на котором также есть стропы MOLLE. Поясной ремень снимается довольно легко, он под подушкой на липучке и вытаскивается. Ремень широкий, удобный, застегивается широким фаспексом. Можно на него подсоединять под сумки, что увеличивает объем рюкзака. Итак, на лицевой панели есть карман. Размером он примерно влазит 10-дюймовый нетбук и застегивается. Дальше сам этот карман. Он на застежках фаспекс отстегивается и и сюда можно положить либо каску, шлем, либо какую-либо вещь с одеждой. Сам карман, большой карман на лицевой панели. Имеет органайзер. На змеющей кармашке. Карман, скорее всего, для пистолетных магазинов. Карман на резинке, стяжке. Еще один карманчик. Здесь до дна карман большой. Здесь небольшой карманчик, примерно вот до сюда, до серединки. Кармашки под ручку, всякую мелочь. И карабин для ключей. Также имеется, так сказать, секретный карман под этим клапаном. Внутри кармана есть липучка Велтро. Скорее всего, производитель его сделал для того, чтобы подсоединить, прилепить сюда кобуру с оружием. Карман доходит до дна рюкзака. На лицевой стороне рюкзака есть липучка Велтро. И еще один карман сверху. Вот он внутри обшит мягким материалом флисовым для очков или для мобильного телефона, чтобы оно не поцарапалось. По размеру любых этот карман влазит, вот тубу с очками сюда влазит элементарно и застегивается. Хорошо, что этот карман он пришит как бы на отделение, то есть не входит не внутрь основного отделения, а на отделение рюкзака. То есть вещами изнутри рюкзака вы не придавите здесь ничего, что находится в этом кармане. Основное отделение рюкзака утягивается четырьмя стропами на фастексах. Чтобы туда добраться надо отстегнуть две хотя бы и открыть на двух змейках рюкзак. Открывается отделение целиком полностью до конца, до дна. Здесь карман для ноутбука. 15,4 дюйма ноутбук. Мягкая какая-то прокладка в нем, чтобы не раздавить, не ударить рюкзак. Ой, ноутбук. Карман для еще какого-нибудь гаджета. Вот размером 10 дюймовый. И на лицевой стороне, на лицевом клапане также есть два сетчатых кармана. Довольно-таки вместительные. Ну вот например верхний карман 7 дюймовый. Лазит и закрывается. Также к ноутбуку. Также к ноутбуку можно добраться не открывая основное отделение. Вот я его сейчас закрою. Вот здесь за ручкой для переноски рюкзака есть еще змейка, которая позволяет добраться в к ноутбуку. Не открывая всех вещей, что находится в рюкзаке. Что довольно-таки удобно. Растегивается двумя змейками. Тыльная сторона рюкзака, спинка. Три подушки с сетчатой тканью. Фото влага отводящая. Карман для гидратора. Выход трубки издельный. Клямки рюкзака. И на спинке рюкзака имеется пластиковая тонель. Миллиметра 4 в толщину. Ее не вытащить, чтобы не порвать, не разрезать. То есть она постоянно там находится. И также на пластиковый пришит. Скорее всего алюминиевая какая-то пластинка для жидкости. Для того, чтобы ноутбук ничего не раздавил. Рюкзак довольно-таки удобно лежит на спине. Не вызывает никакого дискомфорта. Лямки рюкзака. К основному рюкзаку лямки пришиты широкой стропой и довольно-таки плотненько, качественно. Лямки рюкзака изнутри тоже с сетчатым материалом. Они не толстые, тоненькие, но здесь какая-то есть небольшой мягкий материал внутри. Но дискомфорта это не вызывает. Ничего, что они плоские такие, на плечи не давят. Стропы моли пришиты. Д-образные кольца металлические. И грудная перемычка. Также, что еще можно сказать об этом рюкзаке. На стропах утяжки рюкзака есть, уже производитель сделал вот липучки такие. Кому не нравится, что у него болтаются стропы, может свернуть и закрепить липучкой. Рюкзак шит довольно-таки добротно, хорошо, крепенько. А, также забыл сказать, что есть на лямках фастексы для быстрого сброса рюкзака. Рюкзак шит довольно-таки добротно, идет на него нагрузка усиленной швы. Сам рюкзак не широкий. Основное отделение сантиметров 10 у него. Но вот его размеры сопоставимы с РАЖ-12. Я думаю, он стоит своих денег и с ним будет довольно-таки удобно. Большое спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...